вот сидим без электричества почти вторые сутки холодная весна такая март ночью минус 10 котел с электроподжигом не работает вот решил записать немножко видеообращения пока батарейка в камере еще работает полная город практически в блокаде продуктов нет в магазинах иногда что-то выкидываются ходим вот так вот как в блокадном ленинграде ищем продукты вчера муку нашли замечательно значит сегодня испечем хлеб я же пивовар у меня еще в погребе пиво есть самодельное там живые дрожжи значит в пиве есть можно сделать закваску поэтому вот так вот и живем двадцать первый век интернет космос и все дела а мы живем как пещерные люди как все-таки хрупко цивилизация исчезла электричество и все все вот этот хлам телевизоры компьютеры холодильники электропечи все она 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 хлам это железо она не работает человек приходится как старые древние времена заходом солнца ложится спать с первыми лучами вставать начинает работать рубить дрова топить печку чтобы приготовить себе кушать да такая интересная жизнь война откатывает вот так вот а просто десятилетия на столетие на столетие назад сразу откатывает я очень четко помню ту ночь то утро когда началась война наверное уже не забуду этого никогда уже под утро спал проснулся дикого такого свиста встал не понял что что происходит а потом началось землетрясение и взрыв взрывная волна у меня четко четкое определение что началось потому что об этом разговаривали долго российское правительство ехидно смеялась и говорила что это все нато выдумывает все это бред сивой кобылы наверное видели что сам видимо тоже в подаче foreign office а может быть и даунин стрит также дает новую дату уточняет чуть ли то ли в час ночи то ли в 4 утра уж не знаю точно про по гринвичу или еще почему-то состоится точно наверняка highly likely может быть неминуемо вторжение россии на украину призываем к разуму призываем задать себе вопрос какой смысл россии на кого-то нападать автане готовили войну и она началась и потом посыпались другие взрывы я скатился вниз в коридор потому что невозможно было дикое ощущение когда такой звук вибрирующий на низких частотах когда у тебя сжимается все а потом идет толчок и взрывная волна и все шатается дом просто атаку то шатается это ужасное ощущение конечно человеку непривыкшему внутренняя какая-то такая страх какой-то глубинный такой неподотчетный влазит постоянно ждет что прилетит где-то рядом прилетит в тебя но самое страшное это авиация вроде звук самолета что здесь такого ну пролетел пролетел но вот что творится после того как пролетел самолет вот это страшно кто-то страшно особенно когда взбрасывали термобарический заряд это вообще ужасно кто не знает это такой заряд бомба объемного взрыва когда взрывается один заряд и распыляется огромное облако взрывчатого вещества а потом детонирует 2 заряд и как бы подрывает это облако то есть получается увеличивается объем взрыва несколько раз это было ужасно когда пролетел самолет а потом просто дом начал ходуном ходить как жуткое землетрясение а потом только долетела взрывная волна по вылетали стекла хрустел шифер это было как бы не очень далеко ближайшим до нам досталось очень серьезно там повылетало все двери по выгибала по вылетал стекла по вылетали с передней стороны и стекла повылетали с задней стороны дома просто вот москвозь взрывной волной все по выносила такая война штука что сейчас происходит в мариуполе в харькове в киеве это вообще не поддается никаким описанием убиты уже тысячи людей людей детей стариков женщин это ужасно это очень ужасно кому нужна война кто поддерживает какой человек здравом уме может поддерживать войну до последние годы в россии ярко и наглядно происходили определенные процессы это была подготовка к войне общее зомбирование населения культ войны вот избранность народа какие-то скрепы каждая новость сопровождалась какие-то военными новостями о победе нашего оружия развлекательные передачи танковые биатлоны всякие все что связано с оружием просто вот народу вдалбливалась что наше оружие самое мощное мы непобедимые мы кого хочешь сотрем в порошок и это культивировалась культивировалась на самом вот народном уровне час после развязывания войны можно смело уже определить что россия стала фашистской страной все признаки фашизма на лицо их определил умберто эко итальянский историк публицист 15 или 14 признаков фашизма практически все они присутствуют так или иначе в современной россии вот со своими нюансами со своими новыми технологиями но этот все тот же старый фашизм с культом оружия неприятие как другим соседям и желанием все решить силой такой себе информационно авторитарный фашизм я думаю так оно и будет называться в учебниках истории есть такой анекдот если не менять трусы два дня появится неприятный запах если не менять их неделю появится воспаление а если не менее их 20 лет то будет необратимые изменения и поражение половых органов вот так же с президентом в принципе если не менять президента то будут не неизменимые такие вот поражение всей страны россия тоже глубоко интегрирована с мировой экономикой очень много зависит от иностранных поставок иностранных технологий поэтому тяжело рвать эти все кровеносные сосуды общей экономики скажем так но выбирать не приходится россия как раковая опухоль начала развиваться и пытается захватить соседние территории превращая их тоже в раковую опухоль поэтому мировая экономика сейчас делает беспрецедентные шаги убирает свой бизнес полностью ограничивает всю экономическую помощь все экономические блокады направлены только на одно остановить развитие этой раковой опухоли откинет россию на десятилетия просто назад я понимаю вам вдалбливали в голову что нам санкции нипочем и что это не ударит по нам мы умеем сажать картошку мы будем жить на печах поверьте в современном развивающемся мире каждый год отставания это это очень тяжело но он бросает назад все сильнее и сильнее общий пакет принятых санкций это пиздец сейчас происходит очень мощнейшая антиселекция российское общество все самые умные грамотные мозги стараются покинуть эту токсичную страну переехать жить в мире и зарабатывать и не бояться что их дети уйдут умирать на какую-то войну россия уже по факту проиграла эту войну с украиной любому мало-мальски анализирующему и думающим человеку это понятно ввязавшись в эту войну российская федерация не сможет с одной стороны быстро победить с другой стороны экономический крах повлечет за собой внутри политический переворот они помогут у путина не получилось блицкрига войска завязали уже практически на месяц никаких достижений нету нету того ура патриотизма когда мы захватим там за три за неделю дней украину и все тут придут встречать с цветами нет нет такого нету и такого не будет украина сейчас сплотилась неимоверно у российской армии сейчас очень плохие времена настали их убивают тысячами вот ваша техника и ваши дохлые солдаты валяются вокруг гниют очень много ранений очень много в плен сжигают технику и кто понимает что происходит тот понимает что россии конец потому что логически не объяснить эту войну без патриотических всяких вот этих высказываний и бреда сивой кобыла что мы там спасаем мир от ядерной угрозы и бактериологическое оружие всякие нацики это просто идиотический пропагандистский бред ничего этого нету и в реальном положении вещей российская армия сейчас умирает на территории украины даже если влить туда сейчас все остатки российской экономики собрать всех резервистов и все-таки как-то разрушить и захватить города что потом а дальше на можно нанести военное поражение украинским войскам можно их даже погнать в глубь украины что дальше у москвы нет никаких инструментов которые могут развить и закрепить эту победу ну вообще никак что потом как удерживать эту территорию как контролировать когда жители все жители ненавидят оккупационные российские войска и будут убивать постоянно подчиняться никто не будет я прошу прощения за себя за свое отделение у каждого дома у каждого улицы у каждого гражданина украины у стариков у женщин у детей за то что мы вторглись на эти земли я прошу большого прощения за наше вероломное вторжение россию душат санкции она сама уже на грани выживания как ей удерживать украину что должно произойти дальше после боевых действий кто-то задумывался об этом война уже проиграна и россия ужесточит сейчас меры пропаганды террора для собственного народа закроется мощный железный занавес не только снаружи а и снутри я не завидую всем вам жителям россии которые будут там рабами которые будут выживать и которые будут молотить собственные же войска и полиция за любое инакомыслие а те кто думает что мы будем торговать с китаем и китай нас спасет мы переориентируемся на китай могу вас разочаровать китай смысл китаю помогать россии вот смысл китай это про бабки китай очень умный китай очень богатый и богатый он не благодаря войне не благодаря захватнической полиции по политике а благодаря торговле благодаря экономике благодаря развитию всех производств и так далее вторая экономика мира она больше интегрирована с мировой экономикой и не выгодно абсолютно рвать отношения со всем миром ради какой-то нищей бедной россии единственное что может привлечь китай это слабая нищая заблокированная россия которая не может никуда продать свои сырьевые запасы и тогда китай будет покупать по дешевке просто за бесценок нефть лес газ возможно территории а если мозгов у российских лидеров хватит чтобы довести страну до развала то и кусок сибири тоже не помешает китаю поэтому китай тот еще друг россии сила сибири северный поток газовый ну что ввалили триллионы и что почем китай покупает там газ даже по себе стоимости не откупается хочу ответить огромному количеству за зомбировано одурманенного населения которое повторяет мне пишет один и тот же вопрос девы были восемь лет как под копирку вот как разжевали и вложили с телевизором в мозг так мне пишут а где ты был восемь лет да я был восемь лет в украине я помню как все это начиналось прекрасно помню как гиркин со своими отрядами российских наемников зашли на украинский донбасс и как развязали там войну и туда потянулись российские наемники всякие моторолы мама и начали фактически эту войну и и начали извините не добровольцы и как они потом разжигали вот эту ненависть а после того как украинская армия пыталась выбить эту всю сволочь донбасса туда по прямому приказу путина зашли регулярные российские войска регулярные 15 февраля 2015 года район дебальцева небезызвестный британский блогер грэм филлипс снимает свой очередной пропагандистский ролик свое видео он записывает проезжая мимо трех танков т-72 b3 т-72 b3 основной боевой танк вооруженных сил российской федерации от предыдущих вариантов модернизации т-72 b3 отличается новая система управления огнем с белорусским прицелом сосна у в российские подразделения начал поступать в 2012 году в украину поставок не было конец августа 2014 район иловайска украинские военные подбивают несколько единиц т-72 b3 но что самое главное захватывают один танк еще в рабочем состоянии у журналистов появляется возможность детально снять всю его начинку а это тот самый прицел сосна у уже разбитый после обстрела 30 декабря 2014 сепаратистский канал снимает материал о масштабных учениях которые начались в группировке лнр среди прочей военной техники в кадр попадает броневик бпм-97 бпм-97 российские легкобронированные автомобили выпускались модификациях выстрел и дозор используются подразделениями сухопутных войск российской федерации принят на вооружение в россии в 2009 году в украину поставок не было 15 января 2015 донецк боевики демонстрируют представителям обсе среди которых и заместитель главы миссии александр хук какие-то данные но это не основное главное на чем они это показывают радиолокационная станция аистенок используется для ведения контр батарейной борьбы и уничтожения огневых средств противника обеспечивает разведку огневых позиций на дальности 10 километров впервые станция была представлена для широкого обозрения в россии в 2008 году в украину поставок не было на видео заметно мужчины которые работают с рлс прячут лица от камеры представитель информна палмы уверен это не местные поскольку обращаться с комплексом умеет только специально обученные российские военные 21 мая 2015 краматорск украинские военные показывают журналистам обломки бпл а for post российский беспилотный летательный аппарат for post лицензионная копия израильской разработки поисковик основная задача ведения воздушной разведки размах крыла for posta 7 метров длина аппарата 5 метров выпускают в россии с 2012 года в украину поставок не было этот беспилотник сбили в районе села водяное в донецкой области и все вот эти вот ужасные котлы это не смогли бы сделать добровольцы донбасса шахтеры там просто вот физически бы не было столько оружия и столько войск абсолютно точно знаю что никакой моторола не в состоянии привести в движение двадцати тысячную группировку войск и организовать котел под оловайском или под мариуполем я точно знаю ну как бы не потому что мне кто-то об этом сказал а просто по-другому не может быть что этой группировкой должны руководить люди у которых как минимум диплом генерального штаба это должны быть сработавшиеся знающие друг друга привычные друг другу люди на том что мне говорят люди которые оттуда приезжают их очень много в россии как известно они говорят что если была перекрыта граница то проблема юго-востока закончилась бы через очень быстро шахтеры бы этого не спланировали и не сделали никогда это всецело организованная война против украины организована россией при поддержке россии и при участии россии и потом десять раз международные представители оон предлагали ввести туда миротворческие войска и только россия блокировала это только россия была против мира на донбассе потому что путину была выгодна огненная точка на карте украины а война это не скальпель не хирургический инструмент война это огромный мясницкий топор которая рубит все и жилы и мясо и кости превращая все просто в кровавое месиво и кто думает свои политические вопросы решать с помощью войны тот просто маньяк кровожадный полоумный маньяк всегда войной легче прикрыть свои провалы в экономической и в социальной политике война не разбирает где цвет цивильные люди где военные люди война лупит всех подряд разрушает города экономика убивает детей стариков и женщин всех война это не политический инструмент я вот все это помню и знаю я общаюсь с беженцами и они уже не знают куда бежать от этой войны когда они бежали восемь лет назад с донбасса и теперь убегают блин с харькова киева и других городов еще дальше на запад потому что они не знают уже куда бежать от этого полоумного путина с вашего одобрения сюда заходили в российские войска с вашего одобрения здесь убивали женщин детей и стариков с вашего разрешения здесь сравнивали города ракетными залпами с вашего разрешения из вашего одобрения здесь находятся российские войска и так что закройте свой кровавый рот и не спрашивайте где был я эти восемь лет я эти восемь лет был на украине а вы эти восемь лет поддерживали войну и вы ответите за это полной мерой россии уже загнали в клетку как бешеного дикого зверя и закрыли железный занавес и санкции только продолжаются и усиливаются вы почувствуете всю нелюбовь к себе мира потому что вы изгой и самая токсичная страна теперь мире не северная корея а россия